всем привет с вами канал сливые люди happy people хочу показать и рассказать как мы будем стирать детское белье в чем и с помощью чего мы будем это делать вот с помощью такой вот машинки пчелка м вот с таким вот регулятором с таким сливным шлангом и стоит она у нас на такой подставки машинки это еще советских при советских времен затем барабан здесь у нас получается стоит двигатель регулятор сам и внутри стоит коленоременная передача а это отверстие для слива воды рассказываю показываю сейчас значит нам нужно будет вода так вода нам нужно потерял вот здесь у меня 4 ведро 10 литров и на 2 чайника по 2 литра получается кипятка и остальное холодная вода так обзорил я воду ну и в чем у нас фишка хочу показать вам вот такой клёвый офигенный доисторический порошок стирально-синтетический для стирки отбеливания изделий хлопчат бумажных тканей вот 85 года на дворе 2017 год порошок стирально-синтетический для стирки отбеливания изделий хлопчат бумажных тканей посетительский белье он требует чего там подсушивания стирать жесткой морской воде цена у него 44 рубля вес 350 грамм вот 85 года ну и такой же вот лотос 88 только я не знаю какого года вот но здесь порошок стирально-синтетический универсальный с ненормированным пенообразованием для стирки изделий хлопчат бумажных и искусственных синтетических смешанных волокон стиральных машинках активе активаторного типа и ручной стирики цветное белье нельзя надо стирать типа отдельно белого пятна и более загрязненные места предварительно посыпать порошком и простирать полоскать белье сначала в теплой воде затем холодной воде по стирке белье не требует под не знаю стирает воде любой жесткости вот такими порошками мы будем стирать детские вещички нашего кирюшки сейчас все начнут опять там комментарии моментарии да вы чё там какими порошками вы стираете у них уже эффект вышел и прочее прочее но а чем вы стираете друзья современной химии те же самыми жидкими порошками или сухими порошками начнем стирать простым современными порошками вы скажете чё стираете химии начнем такими стирать скажешь что стирать таким да и мы еще и стираем хозяйственным мылом натираем перемешиваем с содой и стираем вручную вот так вот ладненько сейчас я закинул по ложечке такого порошка так вот закинул и включаем нашу машинку на 6 минут вот так все у нас тут движуха пошла процесс пошел сначала в этой машинке у нас надо включить получается перемешался и затем уже замоченное белье пеленки мы выкладываем машина вот таким вот образом светленькая 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 и светленькая но здесь же осталось ну и все что вода дальше брызгала закрываем и пусть она сама себе стирает вот так перекор вот мы короче стирали 6 минут наши прошли за это время нас еще добавилось немножко белье застаем вот так вот в лёденькую отжимаем не сильно чистое ведро накладываем вот такая вот небольшая пенка прям не пень так хорошо мягенько такой белье сразу все пеленки распашонки что у нас тут есть просто легко отжимаем закрыли взяли белье выходим на улицу и все что у нас в ведре выкладываем в ванночку и просто напросто берем холодную воду оплоснули и чуть-чуть отжали обратно ведро вот делать то нечего они можете купить памперс это кстати это было в адрес сказано тех кто негативно да 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 а то нормальные люди они поймут нас да опять отжимаем немножко опять так что мы полосили у жуночки распашонки или скажет купите машину автомат но наша пчелка она как пчелка названа пчелка на труженицу ну и дальше значит значит берем седро и открываем вот такую штуку агрегат тадам как называется центра короче это центрифуга для отжима белья вот такая она сама маленькая это просто она стоит на подставке вот у нее просто дно такое а это у нас шина получается стоит вот не глубокая ну и затем белье распрямляем распрямляем как будто собираемся вывешивать стряхи немножко и просто так сквозь просто накладываем в центрифугу почему распрямляем чтобы ее не била она как и сбивается если в один раз если там камень накидать то они будут в разные стороны будет ходуном ходить машинка просто такими удобненькими движениями руки ползунки превращаются отправляются в центрифугу распашонки наши потом сказал что у нас вещей мало это только начало друзья это даже не вершина айсберга это пик айсберга ну и все дальше берем крышечку закрываем сбоку имеется вот такой вот рычажок и поворачиваем его просто-напросто в другую сторону поворачиваем ну черненько видишь черное а вот надо было в другую сторону нет подожди давно я просто не пользовались а ты вредит кто воткнул по моему воткнул а у нас техническое этот как вы заменка а я из розетки же выберу молодец бойтесь а что-то я перееетовала а вон а а сейчас тебе в колочную текет вода а чай да подставка короче неудобняма эксперимент не прошел с подставкой у нас все так не пошел процесс ну-ка включите пожалуйста розетку что она покажет сейчас вот так она должна выключена быть оказывается а как на черном вот в этом состоянии да на черном она включается мы уже сто лет ей просто не пользовались забыли как ей пользоваться аж перетянула маленько так ладно попробуем без нашей подставки попробуем подставить просто на что бойтесь друзья смешать ну о о о о обе о о о вот у нас за счет вибрации вытекает это, короче, друзья, хуже, чем отбойный молоток поверьте, руки видите, да? короче, лучше руками отжимать я буду и это дело несерьезное давай выключай сейчас надо как-то этот знаешь, что можно попробовать? когда мало белья сейчас, да, кстати может быть, когда мало белья, получше будет вот, смотрите вот она крутится у нас принцип, как в стиральной машинке зато полусухое ну, быстрее подсыхает, в смысле будет вот поэтому мы и говорили вам, комками лучше в нее не складывать так, сейчас попробуем вот одну эту и одну эту положить, да? ну, ты же будешь в следующий раз это делать вон еще раз попробуем у нас же еще одна пиленка нет, сейчас одну хочу пиленку попробовать ну, вот же, я там одна пиленка потому что я сейчас забыл, почему она так у нас стала да, почему она не стоит, я не пойму парчепник, наверное, это включает нет, раньше же мы вот на это колесико стояли, и оно не так не било я не знаю старость старость, товарищ да ну, короче экспериментируем в принципе, если вот так вот разобраться как вы там видели, сколько я отжимал воды нет, нет, она очень хорошо отжимает она уже все, можно сказать да, влажная, но такое лучше, без воды уже хорошо подсыхается на улице вон сколько на этом вот столько вот воды у нас вышло в кастрюлю ладно, надо какой-то придумать крепеж для нее да, крепеж нужно ну, короче, ребят, что я хочу вам сказать вот так вот мы стираем вот такими вот порошками, кто помнит вот в такой вот интрифуге пытаемся выжать так и вот такой вот пчелкой стиральной машинкой мы стираем ну и потом мы идем на улицу опять выходим выходим на улицу выйдем на улицу глянем во село глянем на село девки бегают по утрам и нам хорошо так, как девки у нас в коротких шортиках бегают да, я не успел за ней выбежать да, я думал, Максим за ней побежал, кажется, он в туалет пошел в своих дрявых шортах вот так вот, короче, вывешиваем на свежем воздухе белишко это совчашний вечер висит уже, наверное, высохло нет еще влажных, кстати, у нас ночью сейчас сыр становится но вот такое вот длинненькое такое довольно-таки видео про то, как мы стираем чем мы стираем, как стираем какими допотопытными средствами пользуемся вот так вот ладно, пишите негативные комментарии ставьте дизлайки, я уже не говорю про лайки и про хорошие комментарии всем пока-пока и удачи с вами были счастливые люди пока-пока